Всем привет! Нахожусь я сейчас в Харькове, приехал порешать кое-какие дела. Хочу вам сказать, что вот Харьков является для меня очень особенным городом, потому что вот именно с Харькова все начиналось, моя личная жизнь, и именно с Харькова, именно в Харькове я запустил этот проект Rapper Trader. Для тех, кто не знает, вот сейчас информация для новых подписчиков. По специальности я инженер-механик, закончил строительный, киевский строительный институт, у меня высшее образование, переехал я в Харьков и жил год в Харькове, и вот именно в Харькове я запустил этот проект. Новые подписчики интересуются, вот почему именно Rapper Trader. Раньше в институте, ну и сейчас я увлекаюсь музыкой, у нас в институте была своя группа, у нас была девчонка, она была на припеве, я читал рэп, и чувак был, он на гитаре играл. Посмотрите вот мои самые-самые старые видео, там был немного другой формат, вот сейчас уже все по-другому, там вот я торговал, читал рэп, ну было так вот прикольно, с юмором, сейчас уже немного другой уровень, так что готовлю я для вас новые проекты, готовлю для вас такую масштабную перезагрузку, так что дальше будет только лучше. Итак, в этом видео не будет торговли, я хотел бы еще раз затронуть очень важные темы касательно торговли, касательно стратегии, касательно мотивации, касательно эмоций, и хотел бы вас поблагодарить за поддержку. Огромное-огромное вам спасибо за поддержку, я очень это ценю. Сейчас на канале вот очень много адекватных, целеустремленных людей, которые вот показывают, что вот хотят чему-то научиться, которые показывают, что их вот не устраивает прошлая жизнь, и которые хотят изменений, которые хотят меняться. Но, конечно же, встречаются такие люди, которые ни во что не верят, говорят, что вот все это развод. Встретил такой комментарий, человек написал, у него дешевая мышка, не верьте им, он не миллионер, у него мышка за 250 рублей, как он может быть миллионером? Да, действительно, вот эта мышка, действительно эта мышка за 250 рублей. Для меня эта мышка самая-самая удобная мышка, я себе купил таких вот 5 штук, потому что их очень уже тяжело найти в продаже. И вот я нашел на одном сайте и купил себе таких вот 5 штук. Если для меня эта вещь удобна, я буду этой вещью пользоваться. В некоторых сейчас вот новых вещах я не могу найти того комфорта, который я находил в старых вещах. Я, можно сказать, человек вот старой школы. Пожалуйста, люди, избавляйтесь от этого стереотипного мышления. Если я миллионер, значит у меня должна быть дорогая мышка, дорогая машина, все самое-самое дорогое. Это неправильно так думать. Если мне не нравится айфон, я не буду не пользоваться, потому что он мне неудобен. Я буду пользоваться Самсунгом. Сейчас у меня телефон Samsung S8, вот он мне нравится. Айфон мне не нравился. Я много испытывал проблем с айфоном, он меня достал, и я решил себе наконец-то купить Самсунг. И пожалуйста, не пишите комментарий, что вот, у него даже нет айфона, какой же он миллионер. Неправильно народ так думает. Еще раз повторяю, неправильно вообще так думать. Дальше был такой комментарий, что вот, когда я был в Китае, когда я путешествовал, когда я снимал видео с отеля, когда я торговал, человек написал, не верьте ему, он не в Китае, он не был в Китае. Он просто снял номер у себя в своем городе, и оттуда снял видео, и сказал, что он в Китае. А все фотки я отфотошопил. Сфоткался там на зеленом фоне, подставил сзади китайскую стену и сказал, что я в Китае. Ну вот, как можно нести вот такой вот бред? Слава богу, что таких людей становится все меньше и меньше, и на нашем канале собирается именно правильная аудитория, которая хочет чему-то научиться. Еще был комментарий, когда человек написал, меня абсолютно устраивает моя работа, я работаю на заводе, я получаю 40 тысяч рублей, меня все устраивает, этот ваш заработок, это полный развод. Если тебя все устраивает, как ты вообще нашел мой канал? Как ты попал на мой канал? Если тебя все устраивает, смотри себе развлекательные передачки и не ходи по моим каналам, у тебя же все в жизни хорошо, тебя устраивает зарплата в 40 тысяч рублей. Зачем ты ищешь канал? Как заработать деньги? Вот такая вот несостыковка получается. Теперь касательно меня. У меня вся моя история есть на моем канале. Пролистайте мой канал в самое начало, посмотрите мои первые видео, посмотрите, как я жил, посмотрите, каким я был и посмотрите, как я менялся. Также есть канал с влогами, вот здесь или вот здесь я оставлю подсказку, посмотрите, как я раньше жил, в какой квартире, как я снимал квартиру, там я как я готовил еду, это все есть, как я ходил, занимался на стадион, вот эти вот все видео есть у меня на канале, посмотрите мою историю. Я не какой-то там миллионер, я не родился миллионером, я самый обычный парень, начинал с самых низов, жил в провинции, переехал в Киев, поступил в институт, начал учиться, жил в общежитии, то есть начинал свой путь с самых-самых низов. И вот у других ребят были деньги, у меня вообще не было денег. Другим ребятам помогали родители, мне родители не помогали, потому что у меня родители работали на заводе, и они не могли мне помогать. У них была очень маленькая зарплата, и я вот всего добивался сам. И вот если я говорю, что у меня не было денег, это в самом-самом прямом смысле этого слова. У меня не было денег, у меня не было даже за что купить себе еду. И вот не нужно писать, тебе сейчас легко говорить, потому что ты миллионер, а у нас там нету даже тысячи рублей. Я тоже был в таком положении. Теперь давайте поговорим о моей стратегии, о моей торговле. Вот люди пишут, что мне везет. Вот эта вот стратегия, а ему просто повезло, ему просто повезло. Мне не просто повезло. Я через многое прошел, чтобы мне вот так вот везло. Я изучал все стратегии, читал книги, ходил на семинары. И вот сейчас на фоне я вам включу историю своих сделок. Если вот я так торгую, это не везение. Это колоссальный опыт народ. Везет только сильнейшим, везет только тем, кто очень-очень хочет чего-то добиться. Запомните это. Я нашел свою стратегию, это скальпинг. Стратегия работает от уровней поддержки сопротивления, работает на любом таймфрейме, на часовом, на дневном, на минутном. Вот это вот базы. Это самое-самое простое и оно самое-самое рабочее. Запомните это. Это основы торговли, уровни поддержки и сопротивления. И вот у меня всегда будет одна единственная стратегия, по которой я буду зарабатывать. Мне незачем искать новой стратегии, как у других трейдеров на других каналах. Вот вам суперстратегия, еще раз суперстратегия, новая стратегия. Я не ищу эти стратегии. У меня есть одна своя стратегия, по которой я могу зарабатывать. Зачем мне метаться по другим стратегиям, если у меня есть своя, которая работает на 100%. И вот этой стратегией я с вами делюсь. Об этой стратегии у меня все мои видео на моем канале. Люди, которые вот смотрят на мою торговлю, говорят, вот с такой торговлей ты бы мог очень много зарабатывать, почему ты так мало зарабатываешь? Я вам отвечу, не мог бы я столько много зарабатывать. В этом и вся фишка. Если я заработал за 10 минут 100 долларов, это не значит, что я заработаю за час 600 долларов. Это не так работает. Фишка вся в эмоциях. Нужно поторговать, заработать, уйти. Поторговать, уйти. Поторговать, уйти. Вот только тогда эта стратегия будет работать. Если бы я торговал целый день, я бы не заработал миллион за день. Я бы перегорел и все слил. В этом вся фишка. Вот почему школьник, который торгует на демо-счету, может сделать миллион, только переходит на реальный счет, заливает тысячу рублей, все сразу же сливает. Вся фишка в эмоциях. Он торгует с холодной головой. И эмоции на него никак не влияют, потому что ему по барабану на эти деньги, потому что это не его деньги, это демо-деньги. И он абсолютно спокоен. Свой путь к миллиону, свой прошлый миллион я заработал за 7 часов торговли. Но торговал я полтора месяца. Заработал за 7 часов этот миллион, но торговал полтора месяца. Если бы я торговал один день, я бы не заработал эти деньги. Вот 7 часов, да, в сутки я мог бы заработать 3 миллиона. Нет, я не смог бы заработать 3 миллиона в сутки. Это не так. Вот почему именно на протяжении длинного периода мне удается заработать такие деньги. Я бы такие деньги никак бы не заработал за один день. Фишка в том, чтобы дать отдохнуть своему мозгу и подойти к торговле с холодной головой. Вот только тогда вы будете зарабатывать. Это не знаю, еще раз повторял, 70%. Это 70% от этого зависит ваш успех. Запомните это. Это очень-очень важная информация. Об этой информации никто не говорит. Другие трейдеры вам говорят стратегии, 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 еще раз стратегии. Стратегии это все ерунда. Нет, это конечно же не ерунда, это там 30%, но основа в эмоциях. Потому что школьник, который на демо счету делает миллион, он вообще ничего не знает. Он только зашел на сайт Alintrade, включил себе демо счет, начал тыкать вверх-вниз и заработал миллион. Он что уже, супер-мега-аналитик? Нет, над ним просто эмоции не берут вверх. Вот и все. И вот чем раньше вы научитесь этим пользоваться, тем лучше. А какие шаги для этого делать, я уже рассказывал в отдельном видео. Подсказку я оставлю напоследок. Я вас еще раз хочу поблагодарить за поддержку. Спасибо вам огромное. Спасибо, что верите в меня. Подписывайтесь на канал. Вот сейчас зайдите и подпишитесь, потому что я вам уже повторял, что это огромная для меня мотивация выпускать для вас новые видео. Обязательно поставьте лайк этому видео, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Всем удачной торговли. Всем пока. Пока.